коллеги добрый день меня зовут слава панкратов школа менеджеров стартоплан мы начинаем вебинар вебинар из пяти встреч состоит мы хотим разобраться с задачами team lead а с задачами руководителя команды и начнем мы сегодняшнюю нашу встречу поговорим про аудит команды ну громкое красивое слово аудит скорее о чек-листе о списке вопросов о которых вы могли подумать или не подумать но от которых будет зависеть как вы с этой командой будете работать в будущем в двух словах почему кто сегодня перед вами почему решил на эту тему поговорить зовут меня слава панкратов я управляющий партнер школы менеджеров стартоплан я веду некоторые тренинги в нашей школе и для меня вся эта история у меня два высших образования у меня высшая техническая я магистр компьютерных наук я сапровец системы автоматизированного проектирования и у меня 2 вышка по практической психологии но я стараюсь себя сдерживать я стараюсь во первых я стараюсь реже тараторить вы наверное заметили только что снизил темп и я стараюсь всевозможные психологические штуки рассказывать нормальным человеческим прикладным языком для меня эта история близко во первых я был ситуации нового team lead а которого назначали я видел много народу которые здесь приходили к нам с вопросами я понимаю когда на конференции поднимается вопрос что за этим вопросом иногда стоит целая история целый вполне себе живой человек а то и team lead вместе с командой которые что-то там интересно пережить как выглядит эта грустная история если совсем в двух словах как бы вот какое я отношениями к этой истории почему они вызывают какие-то идеи поговорить на эту тему в команде что-то произошло и у нас менеджер куда-то ушел на повышение в этой компании у него все замечательно в другую компанию потому что он устал не знаем у нас есть компании вопрос кто может этого менеджера или этого team lead заменить смотрим вот так вот по сторонам находим самого умного говорим слушай будешь говорит буду мы присылаем замечательное письмо команда поздравляем у вас значит с понедельника новый менеджер и здесь есть тонкая дорожка по которой ходят крупные компании в которых существуют процессы которые поддерживают переход в новую должность и мы сейчас говорим не только про передачу дел про передачу полномочий но и про изменения вот здесь в голове потому что ты до этого был индивидуал контрибьютором у тебя падали задачи и ты бросался эти задачи делать это твоя естественная реакция и следующие шесть месяцев тире два года от шести до двадцати четырех месяцев занимает процесс транзишна тебе эту модель нужно будет немножечко менять чтобы что-то делать а где-то кому-то передавать эти задачи где-то бросаться где-то предлагать решение вот проходит полгода и у компания особенно у крупных у которых отстроенный чар-процессы у которых все очень хорошо все еще здорово здесь больше вероятно что все пройдет произойдет хорошо есть компании в которых в этот момент времени все дальше пошли заниматься работы в компания создавалась для того чтобы что-то делать производить оказывается какой-то сервис в ней была потребность мы эту потребность закрыли например вами теперь вы тем лид этой команды все здорово все хорошо но все пошли дальше работать команд таких много руководителя департамента вы не один он очень надеется что вы человек разумный если если вы что-то не будете знать вы придете спросите вполне разумное допущение проходит полгода в эти полгода то что вы на самом деле сделали с тем что от вас ожидалось могу может расходиться достаточно существенно и вот собственно боль наступает тот момент когда приходит письмо или на какой-то встрече вам говорят ну ты же обещал а вы правда что-то могли наобещать просто представьте вас назначили в этот момент вы на эмоциональном подъеме но кто-то говорит наконец-то наконец-то оценили кто-то говорит вот теперь я развернусь да теперь я смогу реализоваться теперь я смогу делать больше теперь я и и как руководители как специалист в общем у вас скорее всего в этот момент в жизни происходит что-то хорошее сложно но хорошее абсолютно не означает что все вокруг разделяет ваш оптимизм разделяет ваш энтузиазм в восторге от того что вас назначили и вообще знают что вы там задумали делать вот у меня в голове как у руководителя могла быть одна история что через полгода у нас из команды 6 человек будет команда 12 человек и мы будем наши релизы в два раза быстрее релиз условно да совсем совсем просто а вы как новый руководитель решили значит так надо вести порядок наконец-то будет время позакрывать эти все технические хвосты наконец-то мы все причешем наконец-то мы начнут сразу и вы полгода этим действительно занимались и теперь у вас все ок только вам вами теперь недоволен ваш руководитель вот у вас где-то чуть-чуть или не чуть-чуть прям там бывает очень сильно не сошлись ожидания почему так происходит казалось бы ну вот все же живые люди все же придут все же поговорят но все занятые люди и все мы живем в мире каких-то допущений а я же самый грамотный технический специалист значит меня зачем наняли наводить здесь порядки какие технические технологические сейчас мы с процессами разберем сейчас мы еще чем-то разберемся в этот момент возникает определенное расхождение и определенное разочарование у всех людей которые в этот процессе в этом процессе участвует мы решили поговорить и напомню что это первые из пяти наших с вами онлайновых встреч если вы смотрите это дело в онлайне у нас марафон который будет происходить в ближайшие вот каждую неделю ближайших пять недель сегодня мы с вами поговорим про аудит команды точнее про те вопросы которые имеет смысл задать себе и другим людям которые вас окружают на входе у нас с вами будет встреча примерно такая же про собеседование на им увольнение у нас будет история про коммуникации вот здесь я попрошу взять слово моего коллегу александра орлова постановка контроль задач еще будет один модуль небольшой про контроль состоянии команды обратную связь мы себе цикл жизненный цикл пять основных областей в которых тем лид либо менеджер команды должен разбираться и должен предпринимать какие-то действия обозначили вот таким образом у нас в программе в нашей основной программе раньше говорю в годовой программе часто программа на 7 месяцев это основные учебные модули сегодня у меня нет задачи в часовую встречу впихнуть то что в модуле покрывается там 15 часами например с практикой с отработкой нет сегодня у меня задача взять вот одну одну тему и попытаться с вами составить небольшой чек-лист о чем вы подумали о чем вы могли не подумать если вам только предстоит первое например назначение скорее всего это все ваш чек-лист каким-то образом попадет с той или иной степенью с приоритетом вот этого сделайте раньше этого сделать и позже если вы уже были менеджером руководили команды либо сейчас руководите вполне может быть что вы что-то могли забыть в попыхах и на бегу потому что вы пришли на вас свалилось много чего вы захотели все это подхватить вот сегодня это не не прям лекция лекция как должен с точки зрения и чарных практик выглядеть процесс вхождения был менеджера в команду для того чтобы это от практиков практикам найти от коллег коллегам поделиться опытом подсветить что-то лишний раз и сказать себе а да блин я об этом не подумал вот примерно такой формат что делать им лиду или менеджер что я сегодня постараюсь собственно говоря покрыть что делать им лиду или менеджер когда его назначили чем брать внимание что делать не на что брать внимание что надо делать в как у как понять в каком состоянии сейчас находится группа людей являются ли они команды коротко подсветим основное без чего у вас нет командной коммуникации умеется вы не можете коммуницировать одну мысль на команду ожидая что дальше люди там все поймут подхватит разделят и договорятся скорее всего если у вас группа специалистов то это ваша задача все разделите все все им раздать и потом все проконтролировать что нужно минимально знать и понимать в групповой динамике и основах ну прикладной социологии если можно сказать чтобы обеспечить себе вход на позицию руководителя группы я подчеркну обеспечить себе вход то что вас назначили вовсе не означает что команда вас приняла и вовсе не означает что все люди с этим согласились ну назначили сейчас будем посмотреть чего дальше как изначально не создать неправильных отношений причем тоже так немножко поговорим с человеческой психологической точки зрения как не допустить глупых ошибок которые допускают руководители которых только только назначили повторимся руководитель в приподнят эмоциональном состоянии его назначили он хочет этой радостью делиться вокруг люди не всегда в таком же состоянии многие из них могли еще и расстроиться с вашим приходом сейчас поговорим почему собственно как не выглядеть странно как не выглядеть неадекватно что нужно делать и чего не нужно делать постараемся за час вот такой небольшой чек-лист себе составить я содержание перемещу в одну часть слайда и давайте потихонечку будем разбираться итак когда вас назначили обязательно первым шагом нужно найти двух людей компании первое это менеджер предыдущий если он был и второй это того человека который вас назначил или который создал этот проект очень важная штука если вас назначили то скорее всего вы с этим человеком общались скорее всего он вас собеседовал все немножко проще этот человек не всегда тот кто создавал проект не всегда его тоже могли бы передать он вообще может быть руководителем отдела например это какая-то матричная структура где он отвечает за назначение и есть человек которому этот проект нужен и который понимает что предыдущий менеджер ушел сказал слушайте как бы мне быть а можете вот этого мне назначить можете окей давайте давайте это сделать зачем предыдущий менеджер если этот человек в доступности то есть он не сказал будьте уйм все прокляты и не захлопнул дверь то у этого человека в голове сейчас есть куча договоренностей которые есть только у этого человека в голове что здесь нужно что мы у него спрашиваем расскажи пожалуйста что ты думаешь про проект что ты думаешь как ты думаешь как оценивать проект заказчик как оценивает проект руководитель нашего отдела департамента что сами люди думают ощущают про этот проект если вас назначили из проекта из команды вас просто повысили конечно у вас будет какое-то свое ощущение что это за проект но но скорее всего будет с определенным уклоном с техническим он интересный технически он достаточно бодро двигается у нас тут какие-то интересные ребята но что это за проект с точки зрения группы проекта знаете когда вы начнете сравнивать между собой понимаете что-то хорошо движется что-то не очень этот как-то вот притормозил надо с ним разбираться первая мысль вторая мысль что вообще про него думают те люди которые за него платят так кто вообще оплачивает весь этот банкет они нами довольны они нами недовольны они вообще нами как вот вот разработчиками в этой конкретной локации довольны или недовольны если у вас есть доступ к телу предыдущего менеджера то мы держим в голове что его на него можем у него может быть немножко искривленная рамочка что такое сейчас поясню и задаем ему массу вопросов кому ты что обещал куда и почему ты ушел потому что есть официальная версия с неофициальная версия даже если в официальную спрашивали что ты думаешь про нашего шефа какие есть особенности что я должен знать чего я точно не знаю при этом вы удержите в голове очень простую штуку если он пошел сейчас например на повышение он доволен его заметили его отметили он пошел на повышение вашей компании у него сейчас будет достаточно оптимистическая рамочка то есть и проект замечательный и ребята прямо классная вот видишь меня меня повысили тебя тут же после ну прям вообще у нас с тобой вообще праздник и ребята классный и проект супер супер пупер гипер нужный и здесь очень неплохо начать задавать вопросы а в чем это в чем это выражается нам дают возможность расширяться нас отправляют на какие-то конференции то что мы делаем скоро будет внедрено помимо того что я знаю еще там там и там в чем это выражается хороший конкретный вопрос который позволяет за эмоциональностью рассмотреть содержание в чем это выражается для нас как как для команды как для проекта аналогично может быть и в другую сторону скривлена рамочка человек работал год-два не спал ночами не ходил в отпуск до старался не болеть а если болел то болел очень быстро и только по выходным вкладывал душу в этот проект и что-то не пошло он ему понизили приоритет ему не дают ресурсы оказалось что это не такая жизнерадостная идея да и теперь все как бы носится с этим проектом и он по какой-то причине ушел либо с ним компания рассталась естественно в этом нет у человека рамочка в другую сторону говорит ну и проект как бы ну ты видишь да и сотрудники в команде вот еще на тебя какая-то надежда есть больше как бы не на кого да и заказчик нам не очень доволен и вы тем же самым встречным вопросом слушать в чем это выражается вот заказчик вряд ли он звонит по skype и просто сидит и просто хмурится правда он что-то говорит у него есть какие-то пожелания есть какие-то претензии может быть может быть какие-то замечания если ты говоришь что все плохо что ты думаешь про наш проект что про наш проект думает наш заказчик наш владелец что ты думаешь про команду повредим человек уже ушел если ушел хорошо он с большей вероятностью с вами пообщаться если ушел не очень попроситесь не знаю там пообещайте ему какой-то там там чай кофе шоколадку за это попросить его время зачем особенно вас должен интересовать что он думает и чтобы что думали раньше про него и что он кому наобещал эта часть информации зачастую не документируется нигде вот это отношение вот эти какие-то недоговоренности вот эти какие-то обещания они не задокументированы как бы вы не изучали проект скорее всего вы найдете кучу технических деталей и не узнаете ничего о том что про этот проект думают другие люди соответственно как они к нему относятся человек который вас назначил скорее всего вы с ним общались но в тот момент когда вам приходит заветное письмо со словами например слав мы тут тебя рассматриваем на позицию тим льда я плечики расправлю я уже готов я очень сильно хочу попасть на эту позицию если это совпало с моими планами я в этот момент не расположен копаться в голове у человека который передо мной сидит я в этот момент времени просто хочу получить эту должность а там будем разбираться и человек который вас назначает скорее всего в этот момент особенно если у него горит у него команда без руководителя он видит что вы готовы он понимает ага я правильному человеку предложил вы договариваетесь про какой-то транзишен чтобы ваша задача не порвисли он говорит супер вперед он ожидает что команда вырастет два раза можно ожидать что команд сократится в два раза может он ожидает что команда начнет фигачить или как минимум ничего не поменяется ты там давай крутись как хочешь но чтобы вот как было к этому все привыкли что он ожидает от вас вы сейчас будете революции делать вы не будете революции делать вас вы просто человек который все поддерживает чтобы ничего не рухнула уже будьте большой молодец что этот человек от вас ждет в ближайший месяц, два, например, полгода. Чего делать здесь нельзя? Когда вы вошли в команду, скорее всего, команду начал немножечко колбасить. В чем это выражается? Вас назначили, два человека тут же пошли в курилку обсуждать, почему вас? Почему вас? Почему не менять? Что вообще происходит? Почему нельзя его обратно, а меня, очевидно, более подходящего кандидата на его место? Кто-то пошел обновлять резюме, потому что он понимает, что следующее назначение в этой команде будет очень нескоро. Особенно, если вдруг вы окажетесь подходящим кандидатом. То есть, вы подходящий кандидат, и вы разберетесь, у вас все будет хорошо, команда под управлением, вы неприятный тип, вы только что закрыли мне возможность, какую-то перспективу роста в этом проекте. Возможно, он пошел это обсуждать с коллегами соседнего отдела, заберите меня. Возможно, он пошел к начальнику департамента. Возможно, он пошел в HR со словами, ну и что мне дальше? У меня вот тут какие-то планы были, а теперь вот, и как мне теперь быть? История в том, что вот сейчас, независимо от того, чем люди заняты, они не создают результат. Они разговаривают, они варятся, они думают, может быть, кто-то уже обновляет резюме. А с вас спрос никто не снимал. У вас было 6 человек в команде, вас назначили, на ваше место дали кого-то, например, со скамейки запасных, либо со соседнего отдела, либо быстренько кого-то наняли. Это не означает, что теперь у вас 6 цилиндров. Один из них может не работать, второй еще пока не въехал, третий вообще под вопросом, будете с вами жить. А спросят с вас, как за полноценный работающий двигатель. Здесь и сейчас чисто с социологической точки зрения будет наблюдаться ожидаемое, подчеркиваю, проседание в команде, проседание по производительности в команде. Давать сейчас обещание по срокам нельзя, даже если у вас до этого команда, вы уже вышли на какую-то скорость, в каких-то попугайчиках своих проектных научились ее мерить, в стори-поинтах, в чем угодно. Сейчас вы под этой историей подписываться не должны, потому что наобещаете и скорее всего не попадете. Сильно или не сильно, это уже зависит от обстоятельств. Но пока вы говорите, изменения в проекте такие, менеджер не стал, меня назначили, нового человека ввели, что теперь мне нужно опять несколько итераций на то, чтобы подтвердить, либо получить новые данные по скорости. Не затевать революции. Мы еще будем сегодня об этом говорить, как неправильно начать отношения с командой, но поговорим здесь, потом еще к этому вернемся. Почему здесь и сейчас вы не можете этого делать? У вас нет авторитета, у вас нет абсолютно никаких ресурсов. Имеется в виду договоренности, у вас не факт, что кто-то поддержит, вы не знаете всех людей в компании, от которых зависит судьба ваших изменений, и кто-то вас тоже не знает и говорит, слушайте, какой-то, ну это все прикольно, все хорошо, ну давайте вот так делать не будем. И он не то, чтобы против, он просто не разобрался, он говорит, давайте так не будем, потому что я не разобрался. И эта история, скажем так, сейчас скорее всего на вас смотрят, получится у вас или не получится то, что вы декларируете. Знаете, как первые 100 дней на посту, первые 300 дней на посту. И если вот вы сейчас наобещаете кучу всего, то через 100 дней вас сожрут. Первый громкий провал с треском будет означать, что скорее всего было неудачное назначение. Когда у вас получится раз, два и три, то третий провал все скажут, окей, ну бывает, не все же у всех сразу. Первый, второй, третий провал, особенно если вы не уделяете внимание подготовке, скорее всего они у вас случатся очень быстро, скорее всего они у вас случатся очень громко, и вы зарекомендуете себя как человек, который берется за задачи, в которых ничего не понимает. По факту так оно и есть, но не нужно добавлять это к своей, именно по факту так оно и будет, если вы начнете так делать. Но не нужно закреплять это мнение в головах у окружающих. Хорошая штука — спросить кто, что и кому обещал до тебя. Мы начинаем с этого вопроса с предыдущим менеджером, мы начинаем с этого вопроса с тем человеком, который вас назначил, а что вам обещал предыдущий менеджер. Вы начинайте с этого вопроса с вашими подчиненными, членами команды. Потому что кто-то мог пообещать кому, слушай давай еще полгодика, ты у меня номер один списке на повышение, а потом этого человека не стало в команде, вот он ушел этот менеджер. И вот список на повышение, который был только в его голове, ушел вместе с ним. И вы вызываете человека, а у вас настроение приподнятое, вас заметили, вас оценили, все очень здорово. А человек сидит и вообще не понимает, чему вы радуетесь. Думает, балбес какой-то, в проекте дырка, потому что тебя повысили, теперь непонятно, кто пилить будет. Я не факт, что в проекте буду работать. Он сидит, радуется. Спросите, кто, что, кому обещал, дабы, а, не выглядеть неадекватом, б, по крайней мере, успеть сейчас человека предотвратить какие-то действия, типа, погоди, никуда не уходи. То, что меня назначили, я не знал, что тебе обещали эту позицию. Сейчас я пойду к шефу, сейчас пойдем выяснять, что мы с этим можем делать. Вы, по крайней мере, успеете человека поймать, который, что называется, запугается уже на выходе. Не делать все самому. Что делать, что не делать. У вас есть предыдущий технический опыт. И в этой позиции, скорее всего, вы были достаточно эффективны, вы были молодцом, скорее всего, поэтому вас и назначили. И у вас сейчас что может быть? Вот у меня 8 часов в день раньше занимали мои инженерные задачи. Теперь вас назначили, вы думаете, ага, как бы мне, как себя показать еще большим молодцом? Ну, варианта два. Я буду делать то же самое, только больше. А как это делать? Я буду хвататься за те задачи, которые падают. Кто первый? Знаете, кто на сахарный завод? Я. Кто на бетонный завод? Я. Первая история. И вторая история, она больше требует какой-то внутренней проработки, перестановки. Когда к вам теперь приходит ваш подчиненный и говорит, смотри, как мне здесь быть? Так или так? Ваш технический мозг ответ выдает очень быстро, потому что вы, правда, знаете как. Возникает электрический разряд в виде вопроса. Вы говорите, вот так. Человек уходит. Потом приходит еще раз, говорит, а здесь? Вы говорите, так вот так. Он опять уходит. Через полгода этот человек, во-первых, не будет включать мозг, скорее всего, зачем? Вы же знаете ответ. Вы будете постоянно прыгать с задачи на задачу, потому что дать ответ. Нужно переключиться из контекста в контекст. Кроме того, вы будете им, скорее всего, недовольны. Чего ходит? Должен был работать. И самое смешное, что и он будет вами недоволен. Потому что все важные решения в проекте принимает не он, а кто-то. И все важные решения с ним не согласовываются. И в какой-то момент времени он скажет, ты вообще никому не прислушивайся. Ты тиран, деспот и самодур. И в этот момент вы вроде как и хотели, как лучше. И бросились делать то, что раньше приносило вам какие-то результаты. А сейчас вас завалило по работе. Знаете как, в любой непонятной ситуации пиши код. Почему? Потому что раньше писать код вам помогало. Теперь вы пришли, у вас восемь часов нагрузки. На вас вверх упало еще часа три на каждый день каких-то административных обязанностей. И вы и их не бросили, и эти задачи стали делать. Еще и коллегам помогаете, которые теперь к вам как к тем лиду приходят. Вы начинаете потихонечку погибать, ненавидеть всю эту историю, думать, зачем я вообще сюда пришел. И у вас на лбу это написано, и вы уже не такой жизнерадостный. Более того, люди еще помнят, какой вы были жизнерадостный тут, и видят, что сейчас не очень у вас на лице много радости. И понимают, что-то, блин, поменялось. Может быть, он не вытягивает. Если выбирать две модели поведения, сейчас вы можете сидеть и рассказывать людям, как теперь будет дело в вашем проекте. А можете, пользуясь статусом нового менеджера, нового руководителя, в ближайший месяц-два абсолютно спокойно ходить и слушать. То есть, если говорить, вот, модель, мы что-то сообщаем, либо мы что-то спрашиваем, то мы рекомендуем спрашивать и меньше говорить. А для этого больше ходить и слушать, чем сидеть и рассказывать. Если вы первые два месяца просидели, рассказывая своей команде, как все будет, не сходили никуда, к сожалению, такая история бывает в компании, то, скорее всего, теперь у вас начнутся очень интересные... Знаете, теперь мы будем наблюдать разные спецэффекты. Вас никто не знает, к вам никто не прислушивается. Вы упустили то время, когда вы могли задавать дурацкие вопросы. Первый месяц-два – это время замечательное, когда вы говорите коллеге, я менеджер новый, могу что-то не понимать. А почему у нас вот, ну, так по-дурацки, вот, здесь вот конкретно? Тут дурацкая заявка, тут мы не можем командировку... Почему так по-дурацки-то? И в этот момент времени это звучит нормально. Вы, правда, менеджер, ну, вы можете что-то не понимать. Через три месяца люди будут фыркать в ответ, ну, как бы, ты вовремя-то решил спросить. Всегда так работало, ты уже несколько месяцев здесь работаешь. Почему? Потому что вы говорили, а не спрашивали. Потому что вы сидели и рассказывали, без того, чтобы ходить и слушать. Давайте поговорим немножко о том, в каком состоянии сейчас находится та группа людей, которые перед вами, являются ли они командой. В курсе, в модуле про вот аудит команды, про состояние на входе, мы как раз говорим про командообразование, разбираем несколько моделей. Но вы сейчас пришли и здесь какой-то процесс уже был. Как оценить со стороны, в каком процессе, в каком состоянии, точнее, сейчас находятся вот эти люди? Они группа людей, они коллектив, они команда. Что это? Чем это отличается? Мы в школе придумали такую штуку, называется она Мамонт. Мамонт это большая разделяемая цель, с которой люди в коллективе согласились. Почему Мамонт? Он большой, он источник еды, человек, древний человек, маленький, он с копьем, хочется кушать, хочется пережить зиму, но сам человек не может с этим Мамонтом ничего сделать. Задача больше имеющегося ресурса. Тогда человек осознанно кооперируется. Пойдем со мной, у тебя тоже копье. И вот его давай возьмем, он умеет ямы копать, а мы с тобой потом туда, значит, Мамонта загоним и, значит, наваляем ему. Вот этот Мамонт, эта задача, в которой люди друг без друга не справляются. Есть ли в той группе, в которой вы сейчас находитесь, вот такая задача, в которой люди друг без друга не справляются? Если есть, тогда, скорее всего, вам будет проще с этой группой людей жить. Они скорее команда, чем группа. Потому что они понимают, зачем они нужны друг другу. Но мы не предлагаем вам по наличию только цели, либо только задачи, еще подизнай, люди разделяют или не разделяют, принимать какое-то решение. Давайте посмотрим чуть глубже. Вы на каком-то техническом митинге, либо вы на каком-то организационном митинге. И как происходит обсуждение задач? Это крайне показательная история. Есть две принципиальные модели. Есть группа, есть мнение, есть какой-то список задач. По этим мнениям возникает обсуждение, возникает какая-то аргументация. Потом мы понимаем, в чем проблема. Возникает несколько вариантов решений. Мы обсуждаем и выбираем какое-то одно лучшее, для этой проблемы. Это один вариант решения. И скорее всего, мы говорим о том, что здесь работает команда над решением. И второй вариант, это когда у нас есть проблема, у нас есть проблема, у нас есть проблема, и тут кто-то сдается, говорит, ладно, я решу. Или оно висит, 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 и человек говорит, ну мне некуда больше. Ему говорят, ну давай мы там, мы что-то с него снимаем, что-то мы ему впихиваем. Вот скорее всего, в тот момент времени, когда один сдался, а остальные выдохнули, это крайне показательная история, которая говорит о том, что это коллектив, либо группа. Знаете, группа вынужденных товарищей, которые оказались в рамках одного проекта. С первыми людьми вам будет гораздо легче обсуждать и договариваться. Они научены договариваться, они умеют обсуждать, потому что они понимают, почему надо прислушиваться к мнению другого человека. Был мамонт, и мы его с тобой догоняли, и я помню твой вклад в этого мамонта, и без тебя мы бы не догнали. Окей, я готов с тобой разговаривать. Во втором случае, вот эти набросы, 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 и крайним оказывается тот, кто первым сдался, скорее всего, это не командная работа. В вашей команде сейчас есть какие-то процедуры, практики, ритуалы. Попытайтесь узнать, это еще один хороший вопрос, который можно задать менеджеру, с которым вы, я надеюсь, успеете познакомиться, либо людьми, с которыми вы теперь будете работать. Ну, либо вы сами теперь в этой команде находитесь, и вы знаете, что в эту команду принес менеджер, и что в эту команду было предложено и внедрено командой. В команде должно быть хоть что-то, что люди сами для себя создали. Процедуры, какие-то практики, какие-то шаблоны, расстановка мебели в кабинете, все что угодно. Если раньше все ехало на энергии менеджера, кстати вопрос, почему он сдох через год работы, это вот-вот-вот секрет. Если он предлагал, он условно продавливал, додавливал это до решения, и все ехало на его энергетике, мы не можем сказать, что эти люди являются командой. Это не хорошо, не плохо. Может быть, менеджер выбрал такую модель поведения, но мы говорим о том, что это я, если в команде, вот в окружении нет ничего, что было придумано и самостоятельно этой командой внедрено, скорее всего, это пока не команда. Нет команды, нет результатов ее жизни, деятельности. Технически простой вопрос, когда люди отдыхали. Помните, у нас на была какая-то история, менеджер, он что-то год или полтора работал без отпусков, не спал по ночам, он же мог отобрать таких людей или показать им своим примером, что здесь у нас в команде так принято, так надо, вот только так по-настоящему-то и надо работать. Это технически простой вопрос, когда люди отдыхали. Хорошо, если в вашей компании есть HR-подразделение, которое за этим следит. Я вам серьезно говорю, отнесите им шоколадку. Это далеко не у всех компаний так есть. И люди иногда работают хуже, просто потому что они устали. Обратите внимание, физически накапливается усталость. Вы по молодости могли не спать до утра и потом как живое приходили на работу, а в 30-35 чуть позже уже физически это не так легко делается. Вполне может быть, что сейчас вам нужно планировать не свершение и революции с захватом соседних территорий, а серию отпусков. И вот когда все отдохнут, мы еще раз сядем и вернемся к разговору про цели. Потому что когда люди уставшие и изможденные, у них цель выжить, а не строить большое, то к чему вы их призываете и уговариваете построить. Можно ли увидеть какие-то результаты жизнедеятельности того человека, либо той службы, которая работала с состоянием людей? Противный консалтинговый вопрос, как же компания этот вопрос ненавидит? Потому что у нас вроде бы как бы вот у нас целый скрам-мастер, он же как бы вот он же обеспечивает, чтобы команда была замотивирована. Да, безусловно, это очень здоровски. А можно посмотреть на результаты каких-то записей, каких-то заметок, хоть чего-нибудь, что он делал по отношению к состоянию команды. Если что-то делалось, то будут какие-то результаты, хоть какие-то записи, хоть какие-то заметки. Если же этого всего нет, но есть вера в то, что кто-то это делал, то скорее всего для вас это означает, что этим никто не занимался. И вы сейчас не знаете. Если команда не отдыхала, если команда не действует как команда, у вас есть не шестицилиндровый замечательный двигатель, там восьмицилиндровый, у вас есть набор железок, помещенных в одно подкапотное пространство и как-то коммуницирующих между собой для того, чтобы там выжить и двигаться. В этом месте давать оценки по срокам или обещать новых свершений, каких-то экстра результатов нельзя. Что нужно знать и понимать в таких страшных словах, как групповая динамика, основу прикладной социологии. Я немножко вспомнил про Мамонта. Я сейчас упомяну еще несколько концепций, моделей, которые мы рассматриваем в модуле школы. Упомяну в каком контексте. Первый вопрос, это очень простой вопрос, вы сами знаете на него ответ в этот момент, просто может быть вы им не задавались. Команду создавали вы или вас в нее назначили? Потому что когда команду создавали вы, у вас был вот этот замечательный эпизод принятия решений о том, что ты теперь работаешь со мной. И люди это знают. И они понимают, что это ты решал, буду ли я здесь работать. И ты меня по какой-то причине выбрал. И ты по какой-то причине согласился со мной работать. И мы можем с тобой кричать друг на друга, размахивая руками для того, чтобы дело двигалось. А если вас в команду назначили, у вас огромный перечень сейчас открытых вопросов, а кто согласен с тем, что вы ее менеджер? Кто согласен с тем, что окей, ну я-то здесь работаю давно, тебя сейчас назначили, может тебя через полгодика не будет, а я как свое дело делал, так свое дело и делаю. Есть ли люди в таком режиме сейчас находящиеся в вашей команде? У кого можно об этом узнать? У предыдущего менеджера, который знает, кто как вообще относится к работе. Может быть есть люди, которые принципиально против любого начальства. Есть такие. Например, у HR, если они у вас есть в вашей компании, они правда погружены в это, они хоть что-то могут вам подсказать. Супер! Вторая шоколадка в отдел HR. У вашего начальника, который вас назначал, начальник департамента, начальник группы проектов, не знаю, у самих людей, когда вы создаете команду и отбираете у нее людей, люди самим фактом того, что приходят к вам на собеседование, вы их собеседуете, они принимают, они соглашаются на работу, они принимают ваш шофер. Они согласны с вами работать как с руководителем. Во всех других случаях это открытый вопрос, который нужно закрыть и поставить либо плюсик, либо минусик. Кто еще хотел быть менеджером? Что он сейчас думает? Что сейчас у него в голове? Он готов с вами работать или не готов с вами работать? Или он просто откровенно понимает, что ну как бы здесь все. Ну тогда окей, я тогда конечно работаю, деньги-то нужны, но я потихонечку буду по сторонам смотреть. Озвучит этот человек или не озвучит, скорее всего в лоб не озвучит. Но если вы знаете, что у него была потребность, у него план был какой-то, тогда хотелка была озвучена и он ее не получил, вы теперь по крайней мере знаете, что этот человек под вопросом, что с ним нужно работать, этот вопрос нужно задавать, этот вопрос нужно озвучивать и может быть начинать этому человеку искать место в другом проекте вашей же компании, чтобы он не потерялся и не ушел на рынок. Поверьте, если вы придете к своему начальнику отдела со словами, у меня есть человек Коля, Коля должен стать тимлидом или менеджером, назначили меня и я вряд ли вытяну, переубедить его, что теперь ему так хорошо, это то, чего он хотел. Давай, если можно, давай или давайте, вы с ним поговорите, для того, чтобы мы его просто не потеряли и он не ушел. Когда он останется в среднем проекте, я хотя бы смогу к нему обратиться за какой-то помощью, за какой-то подсказкой, может быть у него там будут другие перспективы. Давайте этот разговор, например, в формате 2 на 1 проведем, а я потом буду стараться 1 на 1 каким-то образом тащить дальше. Кто еще хотел быть менеджером либо руководителем? Кому прислушивается группа при принятии решений? Вы сидите на митинге, мы с вами уже говорили, на самом деле, когда мы собираемся вместе, мы ведем себя очень показательным образом. У нас с вами было две модели, как принимаются решения, так как распределяются задачи. А еще очень интересно, когда вы задаете вопрос или вопрос просто выносите на поездку дня, и вы не сразу скачали и начали про него рассказывать, доносить свою точку зрения, а посмотрели немножко на людей. И вот люди сидят, что-то думают, как-то осмысливают и несколько человек в любое время времени так раз, и на кого-то посмотрели. Просто посмотрели, идем следующий вопрос обсуждать. Опять раз на кого-то посмотрели. Я не говорю, что этот человек, который сидит в углу, он серый кардинал, который, знаете, плохой-блохой, нехороший. Нет, но он пользуется каким-то авторитетом техническим, явным либо неявным. А если это еще и тот человек, который претендовал на место руководителя команды, то, скорее всего, с ним вам сейчас придется договариваться. И, собственно говоря, вот в этом большом модуле мы говорим там и про заимствование авторитета, и про технические приемы, типа попросить советов, еще что-то, чтобы понять, вообще этот человек готов в этом новом мире, в котором теперь не он руководит, а вы руководите, жить с вами дальше. Или сейчас ваши идеи будут притормаживаться, просто не будут поддерживаться. Ну, как бы у нас же команда, правильно, у нас же групповые решения. По факту, там, из пяти человек один принимает решение, еще двое на него смотрит, вот уже трое против вас. Кому прислушивается группа при принятии решения? Такой человек есть практически всегда. Мы сейчас с вами не будем уходить в подробности, что такое модель Такмана. Если захотите, абсолютно спокойно можно погуглить. Мы на эту тему тоже много пишем, много выступаем. Просто понимайте, что сейчас вы своим приходом запустили очередной небольшой шторм. Большой или небольшой. Эффект самый простой, то, что мы с вами здесь говорили. Когда вас назначили, люди уже начали обсуждать, почему вас, почему не их. Что будет дальше? Какие изменения вы сейчас будете прикручивать? Будете ли вы закручивать гайки? Что сейчас будет происходить? И эти люди не работают. В этот момент уже просто проседает общая производительность, групповая производительность проседает. А вы сейчас в этот момент пошли кому-то пообещали, что вот как все было, так все и будет. Меня повысили, мы сейчас на мое место новенького наймем, и через месяц уже не вышло. Через два месяца у вас уже накопленный долг с первого месяца, а скорость вы все равно не повысили, еще больший хвост у вас через пару месяцев. И в этот момент вы начинаете прогрызать себе мозг. Шаг назад. Вы понимаете, что вы запустили этап шторминга. Так он очень простую модель предложил. Форминг, шторминг, когда команда очень сильно колбасит, мне представят производительность. Этап нормализации, норминг и перформинг, когда все уже согласились с тем, что мы работаем, и фигачит. При этом вы своим приходом, назначением, даже если вас назначили изнутри. Здесь иногда совершается ошибка, мы говорим, но мы же не снаружи менеджера взяли, чтоб шторминг произошел. Он все равно произойдет. Может быть не такой ясный, а может быть и наоборот. У вас сидело пять человек, ваш менеджер ушел, взяли на место менеджера человека со стороны, с определенным опытом, с определенными знаниями, с определенными сертификациями. И всем понятно, почему он менеджер. У меня этого нет, у него это есть. А теперь, когда происходит назначение изнутри, так мы же все были инженеры, мы же все сидим рядом, нас там пять-шесть человек. И в этот момент времени тебя назначают, а меня не назначают. И как так? Ну это же не честно, это же не справедливо. У тебя же тоже нет этих самых специальных менеджерских знаний или подготовки. Тоже нет. В этот момент шторм, сопротивление, как мы говорим, командная аллергия может быть даже сильнее, чем в случае, когда человек приходит снаружи. Хотя обычно эти вещи достаточно сопоставимые, они зависят в первую очередь от внутреннего настроя людей в команде. Найдется ли там человек, которому, скажем так, больше всех это назначение надавило на любимую мозоль или не найдется. Понимаете ли вы, что вот этот шторм сейчас нужно обозначить и команде? Как делает фасилитатор? Он говорит, ребят, мы сейчас в состоянии вот нормального там клинча или в ступор, или еще что-то. Озвучивают то, что происходит, и команде уже легче с этим существовать. Озвучили ли вы это заказчику, который ждет, что ничего не развалится? Было ли это озвучено и проговорено начальству, которое хочет от вас сроков и выдерживания этих самых сроков? Я постараюсь, но сейчас, скорее всего, будет не так. Поэтому я сейчас пойду, договорюсь про уменьшение объемов на эту итерацию, либо предупрежу, что может случиться, мы там где-то немножко задержимся. Возвращаемся к мамонту. Вот представьте эту замечательную зверушку, она бежала по лесу, мы ее поймали, мы хотели кушать, поймали, наваляли и притащили ее в пещеру. Теперь наше небольшое племя с копьями доживет до весны, мы переживем зиму. И в процессе догоняния этого мамонта у всех была задача. Ты догоняешь, ты громко свистишь, ты громко топаешь, ты копаешь яму, у тебя копья. И в этот момент времени мы мамонта завалили и притащили. Приходит ваш директор и говорит, коллеги, я нанял вам нового менеджера, пожалуйста. Он зачем? Что это? Вот нам этот человек просто здесь и сейчас зачем нужен? Почему этот человек сейчас будет нами руководить? Почему этот человек вообще команде нужен? Как вы считаете? Вот есть ли это вопрос? Никто сейчас в команде не озвучил, то скорее всего люди до придумают. И либо люди будут сопротивляться, либо люди вообще не будут вас воспринимать как руководителей этой команды. Я вижу комментарии, я вижу замечательные комментарии, очень сильно люблю комментарии от людей, которые не представляются полным именем. Что за бред он несет? Такое всё это рассчитано. На тех людей, которые приходят учиться, озвучивая ситуации, в которые они попали, к которым их привело элементарное незнание. Просто, скажем так, никто не помог им перейти в эту позицию. Никто не подсказал, что эти вопросы нужно закрыть. Никто не сказал, что нужно сходить, например, с вашим предыдущим менеджером поговорить. Никто не подсказал этим людям, что сейчас будет медленнее, сейчас будет хуже, сейчас будет плохо. И вот в этот момент времени мы видим менеджера, особенно хороший, умный, вдумчивый, склонный к рефлексии, который думает, блин, я уже накосячил. И это мои только первые шаги на этапе управления командой. Как я буду кого-то нанимать, как я буду все это дело масштабировать. Особенно, если мы говорим, что человек склонный к саморефлексии, саморефлексия великолепнейший инструмент про есть себе мозг там, где в общем-то это произошло. Я не скажу не по вашей вине, а от вашего незнания, от отсутствия некого системного процесса, который позволит вам, который поддержит вас на этапе этого самого перехода. Либо вас компания проведет, либо спасение утопающих тел рук самих утопающих. Составляйте чек-листы и двигайтесь по ним. Мы иногда говорим, моя команда, меня назначили, моя команда. Эта команда станет условно вашей или вы станете ее менеджером, она вас примет, только когда вы достигнете результата несколько раз подряд. Только тогда. Люди, которые, ну, то, что называется, там, съели вместе пуд соли, сделали вместе там 100 задач, выпустили 10 крупных каких-то историй, выкатились. Вот в этот момент люди, то, что называется, срабатываются. Есть выражение, сработанный коллектив. Если вдуматься, он, обратите внимание, сработанный. Это происходит не от времени сидения рядом, это происходит в процессе работы. Знаете, как детали притираются. Мы говорим, окей, здесь, ну, ладно, ладно, здесь ты умнее. Здесь, здесь вряд ли я умнее, здесь, наверное, как бы, там, я прислушиваюсь к тебе. Только в процессе совместной деятельности мы понимаем, кто на что готов и кто, какой, как сказать, роли, кто готов чем поступиться, да, вот здесь я к тебе прислушиваюсь, здесь ты ко мне, и кто готов какую роль взять на себя в команде. Тогда мы понимаем, что у нас есть люди, которые работают, люди, которым мы прислушиваемся, есть люди, которые руководят, и вот роль менеджера, и она вот такая. Если вы не достигли результата с этой команды несколько раз, вот этого процесса, механистического процесса срабатывания еще не произошло. Что нарушают, скажем так, я очень не люблю это слово, но оно, мне кажется, допустимо. Что делают не так некоторые менеджеры на входе в команду? Вернемся к началу вашего разговора. У вас сейчас, у вас сейчас приподнятое настроение, все замечательно. У вас сейчас что-то хорошее случилось в вашей жизни, вас назначили, вас отметили, вам, может быть, даже зарплату больше дали, и вам хочется этим настроением поделиться, и вы приглашаете людей отпраздновать. Коллеги, с меня пицца, боулинг, пиво, пойдемте. Вы-то празднуете ваше назначение. Хорошо, если в компании, в вашей команде есть несколько человек, которые говорят, ну наконец-то, он-то из наших, он-то понимает, что здесь сейчас сидят люди, которые испытывают какие-то трудности процессные, еще какие-то, и при этом, вот так как вы один из них, то теперь станет лучше. Хорошо, если такие люди, грубо говоря, условные ваши сторонники, соратники, но кто-то не испытывает восторга от того, что вас назначили, потому что назначили вас, а не его, потому что не объяснили, почему именно вы, потому что на него теперь упало больше работы, которые раньше вы тащили, теперь она упала на него, он говорит, ну замечательно, за те же деньги еще и навесили что-то сверху, или приплыл какой-то кусок вашей работы, в котором надо разбираться, мы всегда сделали бы что-то конкретное по-другому. Вот здесь сейчас просто представьте себе, как это выглядит. Кто-то с удовольствием катает шары, ест пиццу и там где-то действительно искренне вас поздравляет, а кто-то стоит в стороне и говорит, слушай, а что мы празднуем? Вот что сейчас этот менеджер празднует, мы пока ничего не сделали вместе, не факт, что мы вообще будем вместе работать, не факт, что у нас сохранится эта компания. В смысле, вот мы этим коллективом сохранимся в этом проекте, эта компания людей сохранится. Что мы празднуем? Он сейчас, звучит очень обидное слово, неадекватен, то есть вы реагируете не так, как, скорее всего, ожидали бы эти люди, которые сейчас с вашим назначением не согласны. Зачем вам, как новому менеджеру, вот этот шилдик адеквата или неадеквата, который будет вас дальше преследовать в следующие несколько месяцев? Верить, чего нельзя делать. Раньше времени праздновать, надеяться, что все довольны и счастливы. Вот слово надежда, он вообще очень плохой маркетинговый план и вообще очень плохой менеджерский план. Почему? Задавайте вопросы. Мы уже с вами говорили, задавайте и спрашивайте, вместо того, чтобы ходить, рассказывать или затевать изначально революции. Задавайте вопросы, надеяться, что все счастливы с вашими изменениями, это, я не люблю тавтологию, но это самонадеянно. Это надежда, это попытка закрыть глаза, это попытка где-то сэкономить себе время, вместо того, чтобы пойти и спросить, и да, вполне может быть, узнать что-то неприятное. Узнать, что человек скажет, я не готов с тобой работать. Ты, твое назначение, ты на этой должности там закрываешь мне карьерные перспективы. Внимание, вопрос, вам лучше было бы надеяться, что этого нет или знать, что это есть? И тогда у вас есть ваш руководитель, тогда и соседние отделы или вы, по крайней мере, можете спланировать плавный выход этого человека из проекта. Стараться всем понравиться. Знаете, есть поговорка, вы не 100 долларов, чтобы всем понравиться. Как можно быстро понравиться людям? С ними соглашаться, а менеджер далеко не тот человек, который должен со всеми соглашаться. Либо подхватывать то, с чем они не справились. Ну не переживай, сейчас, 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 сейчас я доделаю, сейчас я переделаю. Вот это детское желание всем понравиться очень быстро сыграет против вас, когда вы перегрузитесь под этим естественным, непонятно зачем взятым на себя обязательством и возникнет разница в ощущениях. Изначально вы были неадекватно веселый, через пару месяцев вы слишком грустный, потому что вы очень сильно перегрузились. И вот эта разница очень сильно бросается в глаза. Когда вы ровно зашли, сейчас разберемся, сейчас посмотрим, это получается, это не получается и вы ровно эмоционально движетесь, нет вот этого перепада. Никто не скажет сгорел, никто не скажет спекся, никто не скажет вам, ну он был такой хороший, веселый, тут начал какие-то правила новые дурацкие вводить, это он зазвездился. Нет вот этой сильно большой разницы. Людям это очень сильно бросается в глаза. Посмотрите, эта история касается и политиков, и начальников, и людей, которые получают какие-то там инвестиции, например. Делать все за других. Причем я не говорю бросаться на все задачи, говорить я, бетонный завод я. Делать все за других имеется в виду не возвращать людям их зону ответственности за те вопросы, с которыми они приходят. Приходит человек, говорит, как это сделать? Как ты попробовал? Что ты уже попробовал? Как сам думаешь? С кем уже посоветовался? Как будем решать? Если никак, а вот так пробовал, и возвращать это обратно, чтобы человек уходил. Это привычка. Это привычка инженера. Почему? Потому что, когда раньше на него падала задача, он на нее как реагировал? Надо делать. Именно это хорошая привычка, делая из вас хорошего инженера. Теперь, если вы руководитель, если вы менеджер, на вас падает задача. Ваша задача, эту задачу вернуть в ту группу, в тот отдел, в тот проект, которым вы теперь руководите. Сделать так, чтобы она падала в нужный стек, чтобы она правильно приоритизировала, чтобы она правильно исследовалась. Обратите внимание, реакция ваша немножко другая. Стараться делать все то же самое, только еще больше. На вас 8 часов работы, примерно по тасктрекеру. На вас упала еще часа 3 работы, которая как бы темлицкая, как бы ее нигде иногда и нет. И вы начинаете пытаться это дело все уместить, вместо того, чтобы что-то отдать и тем самым заменить. То есть должно происходить замена, вы должны отказаться от чего-то, должны перестать что-то делать и делать что-то другое. Зачастую этого не происходит, мы пытаемся понравиться. Я, я сделаю, я справлюсь, я вытяну. Через полгода, через год у нас крайне уставший, крайне грустный сотрудник, который не производит впечатления уверенного в себе менеджера или уверенного в себе руководителя. Ходите, думайте, спрашивайте, советуйте с теми, кто был в этой роли до вас. Пойдите к руководителю группы проектов, либо к руководителю департамента, кто-то же вас назначал. Вот это я могу, вот это я тяну, а вот здесь я чувствую, что у меня это выпадает. Что мне, как мне делать, на кого-то это перегрузить, может быть, какого-то дополнительного ряда сейчас назначим. Что мы можем с этим делать? Поверьте, когда вы сдохнете, если вы все будете на себе брать, вас никому не будет жалко. Ну, сдох и... Бог с ним. Повторюсь еще раз, давать готовые ответы вместо встречных вопросов. Ваша реакция, когда поступает какая-то проблема, мы на проблемы хорошо реагируем, как на разряд. Ваша реакция, дать готовый ответ. Вместо того, чтобы задать встречные вопросы, человек ушел искать ответ. Через полгода у вас будет либо бизнес-инициативный сотрудник, который недоволен вами, либо полноценный член коллектива, коллектива, либо команды, который будет решать поставленный перед ним вопрос. Начинать с революции на ведение своих порядков. Если вы приходите с целью, вот теперь наконец-то заживем, то как бы сюрприз-сюрприз. У вас пока нет на это несогласия людей, с которыми вы работаете, несогласия людей, которые вообще пока не знают о вашем существовании в компании. Придите и уточните, что ожидается. Поверьте, вряд ли вас, особенно если вы человек с техническим бэкграундом, сейчас назначили на менеджерскую позицию для того, чтобы вы резко внедрили какие-то организационные изменения. Внедрение организационных изменений есть отдельный протокол действий со своей подготовкой, со своими фазами. Если вас этому не учили, поверьте, вас сейчас не для того назначили. Скорее всего, все хотят, чтобы проект двигался хотя бы так же и не хуже. Начинать революцию, наведение своих порядков, это попытка создать себе проблему на ровном месте, пока у вас нет поддержки, пока у вас нет авторитета. Распространенная тема. Два человека поссорились, и менеджер бросился их разнимать в почте, в переписке, в живом созвоне. Тем самым у других создалось ощущение, что для того, чтобы здесь чего-то добиться, ну надо просто громче кричать. Тот, кто громче кричит, у того больше внимания менеджера. Контруинтуитивная модель поведения. 80% внимания менеджера, вашей валюты, вашего времени. Тем, кто выполняет 80% задач, тем, кто приносит 80% результатов. И это не история про приоритеты задач в таск-трекере. Это история про поведение конкретного командного, либо некомандного игрока, когда что-то произошло, кто-то пытается решить, кто-то пытается вопить, и в этот момент менеджер автоматически, едва же поставив порядок наводить, автоматически поворачивает свой прожектор внимания на того человека, кто громче кричит. Поддерживать тех, кто громче кричит, и пытаться всем понравиться, ну, наверное, два таких, ну, основных проблемных момента, на которых спотыкаются новые менеджеры. Попытка завоевать дешевый авторитет. Как это можно сделать в команде? Критиковать начальство. Мы тут с вами вкалываем, а эти там на хороших машинах ездят. Или в обратку. Мы тут, значит, с вами вот руководим, а там вот у нас вот эти инженеры, сам-то давно вышел, вот они там, не знаю, разбираются, не разбираются. Я понимаю, что это встречается крайне-крайне редко, но дабы у вас даже мысли не возникало поиграться в эти дешевые истории, почему они дешевые? Быстро растворимая тема. Как только вы начнете эту штуку применять, во-первых, вы критикуете начальство, но вы не знаете, кто из ваших подчиненных с кем в компании вместе учился, вместе ездит на рыбалку. Как только вы что-то сказали, информация вас, ваш рот покинула, она расходится волнами по компании. Она рано или поздно куда-то попадет в голову тому человеку, про которого вы говорите, он задастся вопросом, ты прости кто? Ты пока результатов никаких не достиг. У тебя пока аванс от компании, пробуй. И у тебя уже есть свое мнение. То есть попытка занять какую-то либо ту, либо ту позицию, в любом случае здесь, да, она в какой-то момент времени, вы привлечете к себе внимание человека, которому тоже не нравится наше там руководство, там они не разбираются. При этом это быстрая, дешевая история. Человек, который вас поддержит, как был членом команды, так и останется. Вот останетесь ли вы здесь? Один большой открытый вопрос. Что нам надо понять? Давайте попытаемся подрезюмировать эту сегодняшнюю историю. У вас на входе команда или группа? Есть несколько маркеров, мы об этом говорили. Наблюдайте за обсуждениями, наблюдайте за принятием решений и задайте вопрос, есть ли что-то, что эта команда создала сама именно как команда, сама придумала, сама внедрила. Очень важный, очень болезненный, очень стрёмный вопрос, в который не хочешь закапываться. А кто из людей с вами работает согласен и не согласен? Есть ли те, кто работает с вами не согласны? У вас шесть цилиндров, восемь или только половинка и все остальные там как-то тарахтят под капотом. Кто из этих людей готов работать с вами дальше? В том плане, как с руководителем? То есть готов вас поддерживать, готов с вами спорить, понимает, что с вами можно спорить, что с вами можно договариваться. Кто эти люди? У предыдущего менеджера вполне может быть были свои какие-то соратники и прекрасно, что они у него были где-то на человеческих качествах, где-то по отношению к бизнесу, по отношению к делу. Прекрасно. Ваши люди кто? На кого вы будете опираться? Если вы попали в идеальную команду, где у вас хорошие ровно отношения со всеми, здоровски, но это не в 100% случаях может случиться. Есть ли в этой команде ваши люди, которые смогут вас поддержать, которые смогут вам сказать, не-не-не, погоди, ты здесь не прав, потому что где-то смогут вас удержать от какого-то неправильного решения? Есть они? Или вы повторяете тот героический путь, который прошел предыдущий менеджер, который год-полтора не спал и сейчас уже не спит в другой компании? Кто чего от вас сейчас ожидает? От вас ожидают не только начальство, не только стейкхолдеры, не только лица, принимающие решения. Есть сотрудники, на которых вы будете опираться, с помощью которых вы будете достигать результата. Кто им что обещал? Кому обещали отпуск? Кому обещали повышение? Кому обещали обучение? Кому обещали просто ноутбук поменять? Кто что обещал? Кто что от вас сейчас ожидает? И когда весь этот список на вас выпадет, превратите его в некий план. Хотя бы на несколько месяцев вперед. Я помню, ты просил, у меня сейчас руки не доходят, но я помню, это записано. Это не пропало, это не провисло. Я делаю. Делайте и показывайте. Что с планами и с ожиданиями? Люди, которые сейчас от вас чего-то хотят, вы знаете вообще о всех людях, которые от вас сейчас что-то хотят? Вы задали всем вопрос. Один из моих любимых вопросов, забегая немножко вперед. Что я еще у вас не спросил? Когда вы у своего шефа принимаете проект, вас назначили, все здорово, вы задаете вопрос, про кого я еще у вас не спросил? Он говорит, ну и юротдел. Он говорит, простите, какой отдел? Юридический отдел. У вас оборудование, вот то, на котором вы там что-то тестируете, оно закупается, и менеджер проекта должен все это дело по договорам отслеживать, чтобы приходили эти железки. И вы понимаете, что рядом с вами все это время был портал в другое измерение, там где документы, деньги, юристы, и вы не знали о его существовании, просто потому что вы в этот момент не спросили, что вы от меня еще ждете. Готовы ли вы сделать то, чего от вас ждут? Простой пример. Вы человек с техническим бэкграундом, вам нравится делать технические штуки. На том, что вы делаете, полмира сейчас держится, да? Но при этом вы не готовы работать с бумагами, вы не готовы работать с наймом людей, вы не готовы давать им оценку, вы не готовы ходить к юристам и вообще ездить к заказчику, и в чем-то его убеждать, и что-то ему продавать, идеи, решения людей. Вы сами готовы или не готовы? Есть галочка? Нет галочки. То, что вы изначально согласились на эту позицию, не означает, что вы знали все, что входит в эту позицию. Что поменяется с вашим приходом? Просто для себя набросайте и поймите, будут ли какие-то существенные изменения, о которых людям нужно знать. И здесь есть очень интересный тонкий момент. Если революции будут, об этом нужно людей предупредить. А если революции не будут, об этом тоже нужно людей предупредить. Вот это мы не трогаем. Наш любимый скрам мы не трогаем, хотя я, может быть, лично и против, но он работает. Вот здесь мы берем еще одного человека, и мы как деливерили, так и деливерим. Это меняется, это не меняется. Будут изменения? Скажите. Не будут изменений? Скажите. Что я сейчас не понимаю и с кем я еще не поговорил? Очень простая штуковина, которая включает, ну это открытый вопрос, который включает мозг у человека. Я как менеджер должен был что-то спросить. И в этот момент у человека перед вами, вот начинается какой-то мыслительный процесс, он говорит, да, зарплаты. Ты определяешь или ты не определяешь? Да, бюджет на, не знаю, на развитие команды. Твое, не твое. Да, юридический отдел. Да, что-то еще. Простой вопрос спросил, что я еще у вас не спросил? Что тебе еще обещали, о чем я должен знать? Простой, хороший, открытый вопрос. И только вот здесь в конце вы говорите для себя, да, я готов взяться за эту работу. Обратите внимание, не в тот момент времени, когда вам сделали этот оффер. В тот момент времени зачастую у нас в глазах действительно там какие-то перспективы, пони, облака и все очень здорово, все замечательно. Мы говорим, что у нас есть момент перехода в эту должность. И бывает так, что фактическое состояние дел, кто что кому обещал, на входе вы не знаете. И вам никто его не будет рассказывать, потому что вы пока только кандидат. Хотелось бы, чтобы все эти вопросы вы могли задать до назначения. Если так получится, ну что ж, здоровски, вам просто очень сильно повезло. Если же нет, понимаете, что теперь эти вопросы никуда не делись, и вам нужно по ним работать. Учат ли этому где-то? Если сегодня вам показалось, что это все достаточно быстро, наскоками, поверхностно, прыгая с тем на тему, так и есть. Модуль аудит команды на входе с подробным рассмотрением всех моделей занимает порядка 15 часов работы. Больше, меньше. С групповой работы, с кейсами. Это примерно 15 часов. Сегодня у нас с вами в таком, знаете, в марафонном режиме бежим, разогреваемся. Если вам сейчас предстоит работа на менеджерской позиции, у вас это есть в перспективах или есть в планах вашего развития, то, скорее всего, у вас уже какой-то примерный чек-лист, план действий есть, и я надеюсь, что я вам сегодня был полезен, вы у него что-то добавите. Если же вы только к этому пока присматриваетесь, понимаете, что, скорее всего, вот этот объем вопросов вам придется решить в самом начале вашей карьеры, даже если вы станете тем лидом или тем более, если вы станете, например, менеджером проекта. Там задач становится еще больше. Коллеги, я вроде бы уложился по времени, я даже не рискну заглядывать в чат вопросы, честно вам скажу. Очень-очень много народа. Я безумно рад, что вы есть. Я прекрасно понимаю, что кто-то пришел послушать, кто-то сейчас спорит с собственным опытом, кто-то сейчас говорит, это все понятно, это очевидно, я, коллеги, когда работаю с живыми группами, обожаю эту историю. Нет, ну это все понятно. Я говорю, а вы-то это делаете? Нет, ну конечно не делаем. Почему же все такие умные, только никто этого не делает? Встреча один на один, два приема, три прихлопа. Вы это делаете? Нет. Почему? Но понятно и делаем достаточно разные вещи. Поэтому, если вы пришли поспорить с собой, бога ради, без обучения каждый выносит что-то свое. Если вы сейчас где-то добавили хотя бы два экшен-айтема в свой план на следующий месяц, мы с вами уже отлично пообщались. Если вы хотите сколь угодно системно освоить эту науку, как работать с командой? Начиная со входа, переходя к неким регулярным системным активностям и заканчивая отстаиваниями интересов своей команды и контролем ее состояния. Тогда приходите, пожалуйста, в школу, будем очень рады вас видеть. До, по-моему, 20-х чисел декабря действует еще одна ранняя стоимость. Собственно говоря, занятия начинаются в 2021 году. Пока открыта регистрация, приходите, будем очень рады вас видеть. Коллеги, по бар-коду можно его клацать, он провалится на наш сайт. По ссылке можете перейти на наш сайт. Я надеюсь, что мы сегодня этим замечательным вечером были вам полезны, несмотря на погоду, которая у вас за портом. Всем большое спасибо, всем удачи, пока!